мир вам валентина расскажите пожалуйста о вашем пути легком или нелегком пути к богу вы я знаю что давно знаете гнать тихоновича он вас очень часто вспоминает с теплотой вспоминает скажите сколько вам лет из какого города из какой семьи и вот как с детства вы себя помните так вот до наших дней как господь вас ведет с миром принимаю елена я о себе немного скажу родилась я и выросла в алтайском крае в ребрикинском районе село верхборовлянка землячка на родители у меня были неверующие папа был учителем но девяносто том году его не стало но у нас была бабушка и бабушка это была верующим а папина мама она постоянно молилась вот это я хорошо помню сколько самые мои наверно на первые вспоминания о том как что вот она молилась она читала отче богородицу символ веры хотя была совсем неграмотная она не читать не писать не умела библию она не знала ну вот какие-то там она рассказы говорила видимо кто-то им читал и или рассказывала запомнила ну а мы в то время ведь были дети то тоже неверующие пионеры школе то нам под внушали чтоб что нету бога а вам при сколько сейчас лет а да я не сказала что мне сейчас 71 год я надеюсь моложе игнатия тихоновича 1949 году я родилась послевоенная мы дети нас было много после войны много было деревень рядом находились которых потом уничтожили и детей было много ну вот это отвлеклась я и вот мы этой бабушке постоянно доказывали что бога нет за что по полу получали конечно доброму и вот эти вот молитвы они как-то мне детская память она охватка и я эти молитвы все быстро запомнила и потом как-то вот я их каком-то местах я их применяла одном вас ну вот потом пионеры комсомольцы никакой веры а боги слышала вот от бабушки потом слышала на пасху говорили христос воскрес мы отвечали не воистину воскрес а воинственный воскрес потому что мы не понимали что это да вот в школе не разрешалось чтобы там праздновать вот эту пасху чтобы крашеные яйца ни в коем случае за это наказывали это вызывали на линейку и там отчитывали чтобы я крашеные яйца мы не приносили но мы все равно нам было интересно играли ну хотя и ну ничего а будем и о христе тем более ничего я не знала ну и было неверующая так себе жила дожила потом какие еще у меня тут вам могли быть воспоминания ну окончила школу поступила в техникум поступила в институты все это время я училась в институте учила научный атеизм рефераты я делала хотя сама ничего не понимала мне это преподаватель составит а я читаю я вот только запомнил преподаватель был какой-то странный при странный теперь я уже понимаю что он был бесноватый он очень много нам рассказывал плохого вот все отрицательный момент и что все связано с верой особо я училась в омске в омск области там очень много баптиста было он их вообще какими-то злыми представил вот они детей заставляют молиться их пионеры не разрешает им вступать телевизора у них нет ну в общем и в цирке их не водят вот так вот это я запомнила демонизировал да 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 и причем это в такой но отрицательной манере все это преподносилось и действительно чтобы вот вызвать у нас вот это отвращение к вере и как-то чтобы мы туда стране вознялись да но я сразу бы не сказала что я это все отрицала все равно и где-то я я знала что бог существует бог есть а вот какой он бог я не знала что это а кто такой христос откуда я могла знать нас никто в этом не просвещал библии у нас не было и вот никто никто нас и нам не рассказывал детстве ничего об этом у нас была церковь и соседней деревне там с окрестных селень туда съезжали но причащаться перед родами женщины ездили пасху яйца светить креститься и все а потом ее после войны и разрушили мою прямая память она и его уже там не было там был кинотеатр и все священников и каких-то людей которые были веровали я не встречала в своей жизни чтобы они могли что-то рассказать а бабушки вроде верующие были крестились иконы у нас стояли в доме но они больше ничего не знали вот молитвы вот эти три молитвы и все обошли я ничего вот даже и сейчас вспоминаю когда я училась в институте я не помню чтобы нам вот рассказали о христе что это что-то на самом деле что о евангелии вот один негатив шел ведь чтобы вот то есть научить правильно быть атеистом нужно нам узнать что это такое что за вера нас должны в этом были изначально просветить вот я не помню такое он понял что вот один негатив но так вот и время шло учеба работа дети но вот и не было у меня встречи с богом потом когда я опять мы переехали в новосибирск из красноярского края моя мама мне очень сильно просила чтоб я покрестилась а мы-то рождались дома не в роддомах рождались нас мама родила а дома и бабушки которые принимали роды они делали погружение и вот ну и показалось так что у нас четверо детей трое были погружены а я вот нет ну и мама мне говорит вот слушай я в эту вину перед тобой чувствую что ты не крещеная даже не погружена вот тебе деньги так покрестись пожалуйста ну я думаю не буду я мама обижать не продаж она просила чтоб она не переживала пойду я покрещусь в новосибирске крещение было вознесенском храме большой зал под центре стоит вот эта маленькая купелька этого сколько лет было тогда это мне было 49 лет это восемьдесят восьмой год как раз вот этот год тысячелетия руси был решение восемьдесят восьмом году летом я пошла и покрестилась ну так обычно как обычно деньги заплатила было помочили хороводом прошлись вокруг купели но мира помазали ну вот и после этого что то и и ваката сошла да и стала я задумываться об этом а перед этим я когда мы из красноярского края переезжали сюда поближе к родителям я вступила в партию еще дополнительно ко всем моим предыдущим политическим вот от собой целью чтобы меркантильный интерес я перееду на другое место работы меня как специалиста примут и быстрее если я будут партийные ну не более того ну и потом я на руку дящих работах работала меня постоянно принуждали к этому чтоб я вступила в партию вступил но я не долго побыла год в кандидаты и все и потом приняли и я уехала а тут девяностые годы наступили тут началась перестройка и я партию вы вступили да я вступила в партию а началась перестройка и вот в это время вот эти вот хлынула такая всякая культная литература всякие вот эти вот сам издатовские какие-то брошюрки они мне все попадались я хватала читала я думала ну где же бог то в чем он состоит где же он в чем я думала вот в этих может быть в книжечках вот в этих может быть в книжечках но это самое и вот однажды я я смотрела телевизор и начали на экране появляться вот священники как прав такие как проповедники дмитрий смирнов я вот очень внимательно слушала дмитрий смирнов александра менее видела с экрана и артемий владимиров на беседах с листьями с листьевым вот эти беседы они меня сильно трогали как-то сразу мне ложилась на душу мне так хотелось их слушать и слушать что-то узнавать а литературы в то время тоже не было и священного и ну ну библии тоже я нигде не могла достать вот и однажды я с экрана увидела один священник а тут как раз вот этим выбора пили выбора партии всякие разные куда обратиться что делать и один священник сказал а истина то истина не в партиях а истина в боге и меня это так поразило думаю да ведь на самом деле так я тут же села написала заявление на выход из партии а то выходить из партии знаете в то время это такое порицание такие разборки и я написала заявление потому что я поняла что истина не в партиях а в боге я так и написала заявление вообще по жизни у вас то все было хорошо да то есть в том то и дело что все у меня ровненько гладенько что я не задумываю что все у меня исполняется учеба в техникуме институте все это я работа квартира всем замужем дети все как по описанному вот сейчас оглядываясь на всю свою прожитую жизнь я вижу как меня господь вел по жизни каждый шаг каждый шаг он был всегда со мной реально вот и тут я что а еще до этого у меня были такие как чудеса не чудеса как тут сказать когда восемьдесят восьмом году мы приехали в новосибирск нам выделили квартиру в строящемся доме и в октябре месяце предстояла нам жеребьевка десятиэтажном доме с первого по десятый этаж мы должны были выдергивать номер квартиры в какую мы поселимся у нас была четырехкомнатная это определенно а вот где на каком этаже а мне так уж не хотелось не на первом и не на десятом этаже вот прям вот такая меня тоска одолела думаю вот не хочу ну как ну кому мне обратиться вот кому мне за помощь обратиться чтоб кто-то мне помог в этом ну кто-то вот вышли вышли пошла в церковь а как раз это было 4 ноября казанск икона казанской божьей матери ну вот я встала возле этой иконы я так горячо помолилась вот с такой я верой вот веру что с верой что она мне поможет и правда муж пошел на жеребьевку и вытащил прекрасную квартиру на пятом этаже ну просто чудеса я я не верь и не верила что это совпадение я поняла что это по моей молитве потом одна же тоже у меня сильно заболел ночью зуб вот я мучилась мучилась это выпью другой и приложу ничего не помогает я уже вымоталась ну окончательно и тогда я зашла на кухню поставила стул и у меня передо мной иконы я уже в то время это молилась молилась может не молилась но икона у меня стояли и я стала на колени и так попросила тоже богородицу помоги мне вот не могу уже все не все больше нет теперь и все и я забылась а когда очнулась я лежу на стуле стою на коленях и более никакой нет вот такой чудо да я знала что это не совпадение да вот но вот в то время я молилась я обращалась всегда богородицы потому что мне казалось бог он будет какой-то неизвестный и он далеко находится а богородица это нарядом а я позже когда вот уже наше время разговаривала когда здесь с людьми в германии и вот одна женщина меня спрашивают а троица это что отец и отец отец сын и богородица и так говорю нет то есть у людей представление что это богородица я говорю нет святой дух ну она мне про троицу спрашиваю вот таким образом после так я покрестилась я у меня появилось желание узнавать я ничего не знаю пошла в церковь и вот то что там какие были книжки я и покупала вот священная история ветхого завета священная история нового завета такие тоненькие брошевки и они мне сильно помогли потому что там все было вку городка сказано вот все все вот это вот ну от ветхого завета до от рождества христова и распятие воскресенье вот потом тут на понимание у меня был появилась потом прочитала вот серафима роуза жизнь после смерти после смерти я поняла что есть жизнь за грубом появился страх вот ну и вера конечно появилась бога и желание не попасть вот о том что был от и рай там бабушка говорила и о грехе она тоже говорила вот и чтоб не попасть я как-то начала над собой трудиться молитва слов купила молилась захотелось в рай да нет меня не то что в рай и мне я боялась вот этих страшных мук а уж в рай или не в рай я не знаю но вот этих страшных мук я боялась вот как вы когда на тихоновича вышли ну как я вышла на игнати тихоновича ну потому что 88 год и а в 2002 году я уезжаю в германии а до этого я регулярно ходила в храм сначала вознесенский но там было далеко мне нужно добираться было он возле вокзала я жила на окраине города несибирска на восточном жил массиве я редко тоже от случая к случаю свечки поставить однажды пришла в храм смотрю народу толпа думаю что не все рядами стоят свечей не ходит но и я встала оказывается было соборование но и меня пособоровали а я ничего не так вот а ну я уехала в германию уже так бы я как бы уже хорошо утвердилась уже старалась общаться больше с теми людьми которые много знают особенно мне понравилось ходить на воскресную школу столько было вопросов у меня и мне так было все это интересно слушать и а потом я много узнавала и вот у меня потом так распирала что мне хотелось всем людям рассказать приходила на работу и всех вот меня доставала своими этими познаниями новыми благовестием ну не знаю может быть так но вот когда я узнавала меня вот распирала и мне хотелось людям это все рассказать не знаю что тогда я не знала что такое благовестие а вот рассказать хотелось и потом вот я работала в цеху который был очень сложный тяжелый и и опасный по технике безопасности и вот и я постоянно молилась чтобы на господь сохранил людей которые там работают потому что там и давление высокая пара 12 атмосфер высокая температура это ну завод цех по сгущению и сушки молока температура воздуха 108 градусов но в общем опасный был цех я всегда уходя из цеха я молилась перекрещивала его со всех сторон и просила а просила никого никого угодника я купила календарь большой и там его икона и уходила своим людям наказывала вот просите помощи у вот ну просто не знаешь кому на обратиться за помощью ну и слава богу господь меня хранил все обходилось все было благополучно ну вот значит проходит время как и я уезжаю германию я конечно у меня было большое смятение думаю как я что я как я здесь буду я в то время я уже исповедовалась причащалась регулярно мне богослужение не пропускала не вечерние него не литургию тем более что прямо возле моего дома сначала был вагончик который мы ходили молились а потом там построили небольшой храме и вот я туда регулярно ходила и меня не так это нравилось мне хотелось идти и вот на богослужение несмотря на то что у меня очень большая занятость была на работе я почти работала без выходных и без отпусков ну дома тоже дети хозяйство но на богослужение я ходила я успевала сходить на литургию я успевала съездить на работу и после работы я еще успевала сходить на дачу там все вот так вот господь устраивал да вот исходишь в храм и потом господь тебе все это время восполнить еще и старицей когда я уезжала я набрала сколько могла с собой литературы какая у меня была и а батюшка наш которым с новосибирска дал мне адреса епископов которые здесь германии у него там был такой календарь в котором все это будет делать все их не координаты приехала в германию написали мы письмо епископа он прислал а здесь никого не знаем какие ближайшие приходы чтобы мы могли поехать храм но но это было не близко туда поезда туда не ходили только могли нас возить мужья наши на машинах но они не особо к этому желали горения не имели и мы внутри раза в год может быть попадали вот на пасху на крещение еще как когда вот ну воду светили на праздник крещили в крестили еще внука там внука крестили там полным погружением но вот здесь у меня россия осталась мама и моя больная сестра я у них германия хал 2002 году а в 2007 году я первый раз приехала в россию ну мне нужно было там пенсию оформить и тут я ходила в приехал а сестра жила в тачках я ходила туда в этот храм тоже регулярно не пропуская и сестра у меня тоже туда же ходила вот мы с сестрой как бы обе уверовали из семьи а в 2008 году я еще приехала прилетела из германии но мама была больная сестра была больная я каждый год туда ездила старалась чем-то помочь я приезжала там на два с половиной месяца останавливалась и вот однажды я смотрю у сестры книгу до слова божий нету на обложке такой мужчина стоит бородой я говорю а что это у тебя за книга она говорит это вот и гнатий тихонач лапкин вот он у нас у нас тут есть вот я ее начала читать мне так показалось интересным а как раз уже время к тому что мне назад надо возвращаться и вот мы однажды идем в церковь после богослужения батюшки не было заходит женщина храм такая красивая так красиво одетая двух платках а в двух платках мне показалось что она даже как-то необычным цветом цветится как она мне понравилась она тут села на лавочку с этими со старушками говорит а я вам привезли евангелие а они бабушки да я в ангеле нам не надо нам батюшка все расскажет она вот так искренне как вам не надо евангелие вот нет не надо ну тут мы пошли домой и она нас проводила оказывается она перед этим несколько раз приезжала к тамаре к сестре моей и как так сказать окучивала ее не сопротивлялась еще что-то сомневалась вот она и эту книгу подарила для слова божья нету и мы пока шли в дорогу с ней поразговаривали так пока так интересно с ней показала она такие интересные вещи говорит что такое новое а я уже перед этим христа я не знала я впервые христе услышал увидела и услышала от баптистки когда она говорила христе у меня необычным способом какие-то загорались глаза а мне думаю я подумал надо же вот она баптистка а вот у нее так глаза горят при упоминании христа а я вот православная такая истинная и истинно верующая и у меня ничего такого нет о том что христос это слово мне сказали свидетели его я тоже этого не знала да и вот тут значит мне так показалось необычного православная женщина правоведует распространяет евангелие мы привыкли что это только сектанты делают и вот мы с ней идем беседуем побеседуем побеседуем это нина шумерова была нина александровна может вы ее знаете она приезжает она приезжает вам туда но потом а мне вскоре уже уезжать время уже сентябрь месяц и слышу я только пришла на следующий день по-моему звонит она системой тамара я бы хотела к тебе приехать а нам говорит прошлый раз не удалось поговорить поэтому я хотела бы приехать она говорит да нет не приезжай у меня тут пока сестра в гостях вот сестра тогда приезжая а я услышала я говорю нет пусть она немедленно приезжает я хочу говорить с этой женщиной вот я хотела с ней говорить ну и все нагадовод горит валя кричит надо приезжать тебе и она тоже прям вскоре приехала но приехала сели мы стали беседовать она привезла к 27 том вот и она а когда она стала рассказывать что мы не крещеные что это не истинное крещение я в это сразу поверила мы сидели читали плакали молились что делать надо креститься время сентябрь месяц мне вот нужно собираться в дорогу а потом она уезжает и звонит говорит а батюшка говорит как раз уезжал его не было батюшки нет здесь а потом назвать батюшка приехал я горит договорилась приезжайте вот это чудо я знаю в один день я сшила две ночных две рубашки для крещения сестре окраса где-то накануне выходных дней ткани нигде не взять и вот прямо чудом у соседки оказалась бязь и как раз хватило нам на две рубашки мы едем в барнаулку но сказали что вот нас крестить барнауле там говорит какой-то тоже есть на купель приехали приехали с батюшкой познакомилась как раз это воскресенье а нет это была суббота суббота мы на вечернее богослужение договорились вот утром рано на исповедь батюшки приехали все на что у нас уже будут крест мы перевы ночевали унины и утром исповедовались все исповедь была вообще необыкновенная со слезами и с кровью как говорится сестры что носом кровь пошла счастливее да вот ну и когда литургия закончилась батюшка давайте поедем потеряевку ну бачки уже нужно выезжать воскресенье что-то его повезет а давайте и тут все сразу так откликнулась николай пальбуев на своей машине и потом игорь третяков и я не знаю еще кто-то ехал ну короче мы на двух машинах батюшка то есть и нас забрали и алектина пателеевна с нами ехала и людмила ехала это алфимова 7 сентября приезжаем подъезжаем храму храму сидит игнатий тихонович на лавочке тогда не было он на бревнышке сидит вот так оперся и дремит ну как он обычно сидя он видать ждал нас ему туда сообщили все он потом увидел все тут он засуетился все собрались поехали хоруги подхватили клира как-то все уже было так подготовлено необыкновенно мы приехали туда на озеро то все палатка уже стоит это просто чудо такое игнатий тихонович нам консультации проводит чтобы мы поглубже поглубже ныряли а 7 сентября это уже ведь холодно вот тучи дождь на набегает холодно прямо вот такой холодная погода но от батюшка когда пошел осветил воду от тоже опять сюда вот солнце все тучи вот куда-то разлетелись так солнечно так тепло и когда мы погружались в воду я вообще не чувствовала холодно мне казалось она такая теплая обняла а когда я вышла из воды вот у меня такое ощущение вот такой невероятный нос легкости такое счастье вот вот сейчас вот умереть бы да и все вот такое ощущение у меня было после крещения больше я такого жизни у меня его не было вот так и говорят что после крещения самое лучшее и все подходят нас целуют говорит вы святые вы святые думаю почему правильно мы мужики это своя мы ли мы чистые вот все молиться просят да и потом мы пошли на обед к валентине тихоновне покушали там они приготовили все тоже это было подготовлено и приходит заходит найти тихонович и говорит ну вот вы покрестились а теперь ждите на вас будут нападать а я так ему не поверила думаю чего это я я же такое благое дело сделала я покрестились вот наоборот хорошо а он говорит нет теперь ждите больших искушений в самом деле системы и сильно много досталось до самой смерти она умерла до самой смерти идет отлучили от церкви просили покаяния вот как снина александровна стоит на улице тогда есть так и с ней поступили а хотя она была там величиной она как бы заправляла и клиросами всеми хозяйственными делами деньгами все все это у него было в руках и вдруг вот так вот тоже может милость то такие гонения претерпеть это же по а я еще это потом как же я думала вот я приехала приеду к батюшке а это я с ними разговаривала вот до крещения говорю о я приеду домой я обязательно батюшку прошу чтобы у меня с полным погружением она говорит не обращайся он тебе сделать делать не будет а думаю ну как так не будет я прямо искренне поверила что я не крещеная и у меня было такое сильное возмущение думаю как так почему меня обманули я же им верила я верил верила что я крещена что я иду к богу а оказывается что я и не крещеная сколько уже там времени 30 минут вот а перед этим когда вот я есть до крещения ну вроде там много читала все это проглатывал а вот состояние у меня такое было какое-то неопределенное какое-то постоянно смятение какая-то у меня вот такое состояние что я как вот как лошадь хожу по кругу слепая хожу хожу и хожу хожу а и и все вот так вот возле земли тут где-то вращаюсь а где-то у святых я прочитала что жить надо только как колесо катится одной точкой касаться земли а остальными точками к небу возноситься вот одной только . моя вся вас по земле полежу распластанные не знаю почему как это объяснить и вот еще такое ощущение вот ну как цветок росток под асфальма под асфальтом хочет хочет подняться не может париться правда вот закрыто мне все я батюшка вот у меня такой состояние что я нахожусь состоянии оглашение почему-то мне так казалось после крещения до крещения до крещения я еще не знала что я не крещеная что я неправильно крещеная что я вообще не пришел это в германии да в германии он говорит ну как молись больше все свечей побольше в голове каша и вот такой вот то есть я не могу оторваться от земли меня грехи давят чтобы мне расти то не могу и все потому что давит меня вот мои грехи которые висят на моих плечах и потому что я не крещеная и вот после этого крещения мне такая легкость у меня все стало на свои места то но как сказать на свои места мне казалось что я с ног на голову перевернулась вот все перевернулось моей жизни все мое понимание все что я раньше знала вот это православие которое было все это это не так это не то есть другое ну не на началом сенту меня несколько книж с собой взяла читала эти книги она мне объясняла не на что это ты наоборот с головы встала на ноги после этого ну и тут начало началось конечно я ничего не знала вот того что потом я узнала началось научение вот через эти книги интернета не было а вот благодаря этих книгам беседам с сининой по телефону ее письмам она много много мне писала писем у меня очень она очень много трудилась на домой просто дародай господь всеми мылостями и щедротами в этой жизни и будущем веке и так вот я сына этим тихо на чем близко не была знакома то ли через то есть только через нину ну как я могла быть я здесь он там а с ними у нас был очень тесный контакт и вот такое интенсивное слово научение я все сразу понимала совсем соглашалась это в каком году покрестились то каком году покрестились а 2008 2008 году 12 лет назад на 12 лет назад и вот самое большое чудо моей жизни это я вижу в том что господь меня увидел со всеми моими грехами решила конечно от юности от науки злы вот господь меня увидел и вот меня вот эту малую песчинку он выдернул приблизил к себе я когда вот это говорю ощущаю у меня слезы что вот ну как так мне представить страшно мне теперь что я не в ту от был открыл бы дверь есть такая песня другой бы улице прошел тебя не встретил не нашел мое великое благодарение господу за то что он меня призвал себя выдернул приблизил познакомился над тем тихоновичем никто не единый не единый человек не смог бы мне вот этого дать что я получила от инатия тихонович но любого каждого из нас хотя вот мы там с батюшкой много беседовали ну это нет нет ну да и и гонения тоже были сначала когда я приехала я такая радостная восторженная говорю батюшка а мы очень тоже при хороших отношениях были с ним он у него возраст как мои дети а я уже приехала вроде считают опытной и он организовал у нас это приход во многом советовался со мной помогала я ему все и ну как бы вот мы очень близко были друг другу вот его семья а тут я приехала и говорю батюшка поздравлять поздравьте меня я покрестилась а он так недоуменно ему ничто он не знал что мне ответить сразу но он сказал поздравляю он просто как бы сходу и не ожидая сам сказал что поздравляю тебя и спросил а что вы какие-нибудь новые ощущения получили я говорю конечно я родилась по-другому я говорю у меня все говорю теперь новое и вот он так потом стала к нему приставать чтобы изучать священное писание стала делать много замечаний я я так смелая была потому что я я пела на клирос и я слово имела я стала смелой ему говорить пока он мне не наложил уздечку на рот обличать ну да и ему это уже на не нравилось что я и народу говорю народ возбуждаю и он мне запретил я все время спрашивал когда когда начнем изучать но когда надо вот надо потом сказал никогда мы не будем изучать священное писание и запретил мне говорить о крещении людям понятно лютые волки не щадящие да но я стала потом потихоньку понемножку утихать потому что были большие неприятности особенно были неприятности от матушки они с украины и вот она я как подняла она воспитана она вот внутренне воспитана не любить русских людей да да у них такая я я сначала это не верила потом такой вот о том что мы в двух платках а через два года в десятом году крестилась моя дочь и две внучки вот катя вот с которыми сейчас и мы хором значит ходили и ходим самого первого дня я выходим в двух платках а ее это сильно а почему-то она не нравилась облича и обличала потом она даже в пику к нам стала вообще ходить без платка и при счастье подходила без платка кошмар а она из закутались одни нас и торчат а закутались за платка куда вот у нас прямо вот так вот пиктарина хлопала потом мы ушли скрыть клиросы потом нас вообще хотели из храма выгнать чтобы мы другую перешли другой храм а зачем мы этот храм основы мы его поднимали мы там занимались мы все это оборудовали это во первых во вторых это мы здесь рядом у нас нам удобно и выгнала зайца лиса пришла и выгнала зайца может быть они вот но я я конечно тут во всех вопросах я советовала сигнате тихо найти с ним батюшка нам в один прекрасный момент все собрал все наши документ а велел как на клирос теперь у нас очень много было бумаг ноты всякие он они заставили эти ноты нам вернуть и он давно дал нам посту ора не знаю зачем и чтоб поехали мы к отцу михаилу другой город и чтобы мы а организовали свой приход здесь зона берге в этом городе кто такие женщины как как мухой мы имеем право органы и потом а приход организовать надо с обучение синагоги вот ну и мы отказались не поехали отказались ну короче нас выгоняли двери мы лезли в окна в конце концов мы там остались и до сих пор мы там находимся люди как относились хорошо к нам так и относятся как уважали так уважают но тут так получилось что этот батюшка прежний игнатий тихонович тоже его знает тоже с ним знаком и он с ним переписывался с игнатием тихоновичем по поводу нас тоже были с не у него столкновения с ними с этим батюшкой потом этот батюшка он сейчас украинской православной церкви и находится под ворхвалами вот этот да вот под этим здесь находи находится в германии но вот наш приход у нас ставил другой священник у нас и романах хангельской области но несмотря на это вот этот батюшка он был за русификацию богослужение и он хорошо знал славянский язык и мы когда читали акафиста они же на славянском прямо тут же переводил и говори по-русски наши все самые часы все это у нас было переведено на русский язык все так хорошо стало что по-русски то понятно но потом пришел час этот эрмонах опять все вернул на прежнее место опять у нас он старославянский но а вы еще когда я начинала ходить в храм и попала на первую исповедь мне я исповедовала свои грехи тяжкие одеты убийстве и меня священник мне как был наложил эпидемию 40 раз прочитать канон покаянный канон начала я читать не бы не мы славянском языке ничего не понимаю мне так было трудно это читать вот я читала читала его под конец что-то вроде как немножко потеплояснилось ну 40 раз как прочитать то что-то почувствуется ну а потом какое-то время а кстати вот этот батюшка наш отец артемий который он привез молитвословы на русском языке и там в этих молитвословах были вот эти вот каноны покаянных когда я начала их читать на русском языке вот это было чудо как все хорошо как понятно до этого я читала и ничего не понимала а вот в этом тут каждое слово слезы вызывает вот что касается русского богослужения на русском языке а в четырнадцатом году до к вам агнат тихонов заезжал в тринадцатом и в четырнадцатом за год два года подряд они были у нас мы им делали вызовы виктор николаевич и николай к ручине оформляли дочка у меня работала она имела возможность сделать вызов двум человеком и она делала вызова все так что хорошо беспрепятственность прямо не было никаких трудностей в этом и страху туда оформляли но у них то там по трудности были в германии да и вышла а вот с приемом их ним не было никаких трудностей их спасали то один раз только вот что они когда первый раз ехали и их там полиция задержала позвонили мне они они меня сказали что не едут ко мне они мне позвонили полица и что вот мы их задержали я говорю ой пожалуйста это мои гости помогите им говорю это гости едут ко мне ну и правда они помогли проводили все ну досмотрели конечно я так переживала думаю боже мой думаю как же так они же языка не знают а еще и полиция задержала что делать как ну что делать на колени и все и молиться больше ничего нет нету других у нас да нет у нас других способов что делать вопросы но так конечно жизнь большая уже прожита и много всего было всего и не расскажешь ну вы стоите вы истине вере как говорится христос нашел и теперь держимся за ризы христа и никуда господа за то что у меня появился интернет я купила как компьютер появился интернет тут вот начались в тринадцатом году да в тринадцатом году уже когда не первый раз приезжали уже у меня был компьютер и мы все движение их прослеживали где они в каком месте какие у них дела они старались регулярно сообщать выставлять видеоролики ну и мы параллельно с ними шли и молились занятия собрания потом начались стала смотреть собрания до этого я когда читала книги я со всеми была знакома и с потеряевскими и с бурнаульскими членами общины через книги через фотографии вот я уже всех их знала потом я приезжала я же каждый год почти приезжала в этот у меня там родственники и сначала в плачке потом сестра умерла я приезжала порно вы каждый год я приходила на богослужение каждый раз туда ну барнауль на ползунова тут уже воочию познакомилась со всеми весь комплект книг который на тихонович я перевезла его сюда у меня полный комплект и потому что это очень большой если за раз все везти очень большой груз на самолет на себя в самолет 23 килограмма и потом а потом еще я везла вот эти трехтомники они тогда были свободной продажи я покупала их там и здесь распространяла ну как распространяла я просто но видела кому можно было эти деньги дать были звучишь мне даже возвращали я работал у одного у врачей нужно я у них нянчилась дочкой и они тоже верующие вроде как и они к нам храм ходили он сам такой умный начитанный я ему думаю он должен понять вот это ему должно понравиться подарила ему бесплатно но он не стал их читать а потом когда уезжал отсюда он мне их вернул ну я поблагодарил новый совет столкования вот этот трехтонник он ему не понадобился вот я говорю я благодарю что вы мне вернули что вы их не выбросили ничего и в жизнь а я когда сюда уезжала то мои там подруги в новосибирске ой да ты уже теперь должна знать уже все должно читать на славянском языке вот купи библию купила вот такую толстую библию на славянском языке и к нему купила словарь девчонка приехала сумму нас вообще ничего не понимаю особенно местный совет не как а потом казалось что вот этот доктор ой простите вот этот доктор врач любитель вот этого славянского языка я ему это все с такой радостью подарила дома такой меня балласт вот он лежит я им не пользуюсь но отчет будет пользоваться вот это ему понравилось ну каждому свое как говорится но так вот так теперь живу радуюсь вот я уже старая больная немощная но мне очень интересно жить здесь братья вот община я благодарю бога за то что вот господь духом он духом своим святым вот эту общину нашу интернет создал это его труд труд духа святого до разных стран и как бы я жила и и не имея этого ничего я даже не представляю себе очень благодарна братьям которые вот читают молитвы ведут занятия а наши вот мужья они не верующие и никто со своими мужьями ним одни молились и кто нас не научал а тут вот этим восполняется наша утрата прежняя то что чего мы не имели свои жена женам в церквах то молчать и дома надо спрашивать у мужей а мужья надо учиться ну и слава богу вот господь нам посылает этих братьев которые учат и поэтому всем женщинам которые заходят нашу интернет конечно лучше помолчать которые новенькие послушать поучиться понять все все так правильно я вот со своими пониманиями которыми я была до крещения со своими рассуждениями никто не понял пока они сюда попадают обтесываются обтесываются точильные камни но кто удержал тот остался будет обязательства остальных выкидывает это отдушина нашей теперешней жизни это вот наше общение братья сестры все такие родные близкие особенно после этих бесед когда узнаешь уже больше других людях кому-то полезно кому-то просто из любопытства для меня-то вообще две общины одна вот жива ну живая барнаульская другая здесь в интернете и я не могу представить себя без одной из них уже никак а я вот считаю что это все единое да я их я не разделяю я вот все собрания просматриваю мать такое ощущение что я сама член той общины 1 все собрания все занятия все беседы конечно очень много сейчас он информации даже времени не хватает пересмотреть и переслушать но хотелось бы на сутках было больше часов да а сейчас дни такие короткие все летит стрим глав на скоростью увеличивается как все все нам пророчат последние времена что вот 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 христос придет те кто антихриста ждут пусть его ждут а мы христа ждем до слава ему благодарю вас валентина за такой вид слава почти час мы с вами беседуем так интересно благодарю вас я конечно волновалась но спаси христос вас с богом слава христос слава